доброе утро доброе утро татьяна вижу вас так давайте присоединяйтесь светлана очень приятно елена полина моя давайте присоединяйтесь олена привет присоединяйтесь доброе утро всем доброе утро добрый день добрый вечер если кто-то с дальнего востока нас смотрит о юля васильева привет дорогая моя катюша ну что мы с вами уже здесь в какой-то команде собрались сейчас с вами будем знакомиться напишите кстати из каких вы городов я из новосибирска сейчас нахожусь новосибирске светит яркое солнце тепло на улице но погулять к сожалению не получается но зато мы с вами полезно проводим время до санкт-петербург омск вижу красноярск москва мило привет тоже москва екатеринбург добрый день на омск ну что я думаю что мы в каком-то количестве уже собрались нас сейчас 15 человек я думаю что сейчас у нас еще присоединяться давайте начнем с вами нашу встречу наше общение которое я рассчитываю будет максимально полезным для вас потому что сегодня мы будем говорить о секретах ухода за волосами об идеальном уходе за волосами мы будем сегодня говорить не только о продуктах которые мы используем для ухода за волосами но также и о действиях которые мы делаем и как вообще сделать диагностику своих волос чтобы подобрать правильные продукты ухода итак я включу сейчас слайды так поделиться фото со зрителями вот так слайды видно да наша встреча с вами рассчитана на час времени и сегодня мы говорим с вами об уходе я представлюсь меня зовут анна маленкова я парикмахер в первую очередь парикмахер у меня большой достаточно стаж 27 лет парикмахерского стажа я обожаю свою работу очень люблю что мне нравится что я причастна к тому что делаю этот мир немного красивее также я являюсь тренером по для парикмахеров уже 15 лет как из своего парикмахерского стажа тренирую наших дорогих коллег вот итак сегодня говорим о секретах ухода за волосами и для начала я задам вам один вопрос я сейчас жду вашей непосредственной активности ответьте какими вы хотите видеть свои волосы поделитесь пожалуйста в чат и что вы ждете от своих волос то есть каждая девушка мечтает о том чтобы ее волосы были какими жду ваши ответы предполагаю что вы ответите но вдруг узнаю что-то новое так поделитесь дорогие какими вы хотите видеть свои волосы какими длинными блестящими густыми блеск шелковистость гладкость здоровыми давайте ухоженными да конечно мы с вами ждем чтобы наши волосы были красивыми и красота волос я бы разделила ее на две составляющих да кто-то пишет густыми объемными гладкими здоровыми блестящими да и две составляющие красоты волос я бы разделила на стилистическую составляющую да то есть это какие наши волосы объемные для кого-то гладкие наоборот для кого-то это волосы текстурированные блеск тоже можно в стилистическую такую потребность отнести но есть и вторая потребность это качественная да и смотрите очень много вы отвечаете что мы хотим видеть волосы здоровыми блеск тоже можно отнести в качественную потребность потому что здоровые равно блестящие растящие волосы, вот, здоровые, густые, плотные, это уже качественные составляющие, и, конечно, когда мы говорим об уходе, мы зачастую имеем в виду, нет, наверное, неправильно, мы имеем в виду обе составляющие, то есть стилистическое, потому что при помощи ухода я могу стилистически подобрать тот продукт, который позволит мне, к примеру, придать объем волосам, да, и убрать там гладкость лишнюю, вот, другому человеку наоборот, но и также будет ухаживать за моими волосами, то есть вносить в них те ингредиенты, которые необходимы для здоровья моих волос и для качества, так вот, прежде чем перейти к уходу, мы с вами поговорим о структуре волос, потому что это очень важный момент, который нужно учитывать для того, чтобы подбирать уход, такой небольшой ликбез профессиональный для вас проведу, Итак, когда мы с вами говорим о волосах, что мы имеем в виду? Скорее всего мы имеем в виду то, что мы видим, да, над кожей, это стержень волоса, да, то, что растет уже, то, что видно, внешняя часть волоса, но также есть и внутренняя часть, внутренняя часть это луковица, это фолликул, где зарождается волос и, соответственно, потом вырастает. Так вот, смотрите, какая интересная история, когда мы говорим с вами, какими мы хотим видеть наши волосы, мы говорим о стержне волоса, то есть это часть, которую уже нельзя назвать живой, то есть она не способна к самореагенерации, к самовосстановлению, как наша кожа, к примеру, да, потому что кожа, она все-таки имеет, да, кровеносные сосуды близко, питание и так далее. Волосы чем длиннее, тем меньше питание они получают от кожи, да, от непосредственно человека. И это тоже наше с вами внешнее воздействие, то есть тут как раз зависит от ухода, какими будут выглядеть наши стержни волос, назову это так, да. Немного другого вопроса коснусь, можем ли мы как-то воздействовать на то, каким рождается стержень волоса? Конечно можем, дорогие мои, очень важно, наши волосы это белковая структура, белковая составляющая и важно правильно сбалансированно питаться, потому что волосы являются периферией нашего организма, это не жизненно важный орган для нашего организма. И если в организме происходят какие-то сбои, то в первую очередь организм решает питательные вещества все перекинуть жизненно важным органом, да, это печень, почки, легкие, там все что угодно. А вот тогда мы видим, что волосы наши становятся тусклыми, выпадают и так далее. Поэтому первое, как мы можем повлиять на то, чтобы у нас волосы были здоровыми, это качественное питание и в принципе наше здоровье. Но сегодня мы говорим с вами о внешнем воздействии, об уходе за волосами и мы будем говорить непосредственно о стержне волоса. Выглядит он вот таким образом и сейчас вспомним из каких слоев состоит волос, может быть для кого-то это будет новая информация. Итак, верхний слой волоса, верхний слой, он называется кутикула. Это чешуйки, роговевшие, кератинизированные чешуйки, плоские. Их несколько слоев, в зависимости от структуры волос, от 6 до 16 слоев кутикулы может быть, вот этих вот чешуек. Функция кутикулы это защита волос, то есть чем более плотно прижата кутикула к структуре волос, к полотну волос правильно сказать, тем лучше она выполняет свою защитную функцию. Между чешуйками есть, они скреплены между собой таким своеобразным клеем. Это межклеточный цемент, который содержит липидную составляющую, жировую составляющую. И чем более полноценный этот межклеточный цемент в этом межкутикулярном пространстве, тем лучше кутикула справляется со своей задачей. Тем она лучше поднимается, тем она более подвижна, она лучше поднимается, если мы наносим какой-то продукт, и продукт проникает сквозь вот чешуйки, и потом она очень хорошо опускается. Если мы каким-то образом, повреждающим воздействием, лишили волосы вот этого межклеточного цемента, соответственно, и функция кутикулы будет нарушена, и мы будем видеть в первую очередь сухость волос и пористость. Об этом поговорим сейчас. Следующий слой волос, это слой кортекс. Кортекс, он находится под кутикулой, это непосредственно само тело волоса, занимает он 80-90%, чаще всего иногда бывает меньше. Вот, ну, в среднем, да, 80%. И, соответственно, это сама сила волосов. В кортексе содержится два белка, жизненно важных для наших волос. Это белок кератин, который силу волосам дает, и белок меланин, который дает волосам цвет. Так вот, от этого, конечно, зависит, насколько наши волосы сильные. Сейчас объясню дальше, как понять вообще, как диагностировать, на каком слое волос, есть ли у нас какие-то повреждения. И третий слой, это медула. Медула, это внутреннее полое пространство волоса, вот, в котором, о котором до конца не изучено, поэтому просто знайте, что есть трубочка внутри воздуха. Так, я вижу, что Катя вот пишет что-то со связью, напишите остальные, хорошо ли меня видно и слышно. Потому что больше, по-моему, никто не говорит о том, что со связью что-то не так. Вот, если, Катя, у тебя есть сложности со связью, выйди и войди заново. Все хорошо. Хорошо, спасибо. Двигаемся дальше. Итак, мы с вами определили, есть поверхностный слой кутикула, о котором нам нужно знать и поддерживать его защитную функцию. И есть внутренний слой кортекс. Если у нас повреждения волос более глубокие, соответственно, у нас будет страдать уже внутреннее пространство. Итак, как же определить качество волос и понять вообще, что происходит с нашими волосами и какой вообще уход нам подбирать, какие продукты необходимы. Смотрите, если говорить о кутикуле, да, то есть повреждение волос, конечно, начинается с кутикулы, с верхнего слоя. И есть такая характеристика, как пористость волос, которая как раз характеризует, насколько плотно прижата кутикула. Смотрите, вот есть две картинки, да, с волосами. Здесь вьющиеся волосы, пористость бывает также и врожденная, в частности, у вьющихся волос, да. И гладкие волосы, где кутикула хорошо прижата. Кутикула, похоже, вот символизирует, да, вот эта шишка, да, что поднимается, открывается. Как определить пористость волос? В первую очередь мы с вами пористость определяем визуально. То есть не пористые, гладкие волосы равно блестящие волосы, потому что от них хорошо отражается свет. Вот, ну дальше вы можете также провести такой очень простой тест на пористость волос. Возьмите прядь своих волос и вот даже можете это делать сейчас параллельно со мной. И сделайте между двумя пальцами, между указательным и главным, хотелось сказать, большим пальцем, легкие начесы. Посмотрите, как хорошо начесываются ваши волосы. Если волосы легко подвергаются начесыванию, да, приподнимаются, то, соответственно, это волосы, которые пористые. Если волосы гладкие и соскальзывают, это волосы гладкие, не пористые. У меня, естественно, волосы начесываются очень хорошо, потому что вы видите, что у меня волосы осветленные, даже обесвеченные. И, соответственно, тут равно пористые волосы, и, соответственно, моим волосам нужен очень интенсивный уход, чтобы они выглядели красиво. Далее, следующая характеристика волос – это эластичность. Итак, сначала мы с вами сделали диагностику волос на пористость. Если мы с вами обнаружили, что волосы пористые, соответственно, имеет смысл проверить, а дальше волосы более глубоко повреждены или нет. Как визуально мы можем видеть повреждения волос в более глубоких слоях? В первую очередь мы это видим в такой характеристиках, как секущиеся кончики. То есть, когда волосы расслаиваются, рассекаются, это говорит о том, что внутри уже повреждено белковое пространство. Перед тем, как волосы начнут сечься, мы видим такие узелки, такие ломкости, ну и, соответственно, сухость. Ну, сухость – это уже с кутикулой, да, связано в первую очередь, потому что если волосы пористые, кутикула открыта, она очень легко, влага из волос выходит, соответственно, все, что есть в волосах, мы теряем очень быстро. И, соответственно, влагу, цвет, тот же пигмент и те же питательные вещества. Итак, эластичность волос, повреждение более глубоких слоев волоса. Как же это можно сделать при помощи теста? Я приготовила здесь небольшую лабораторию и хочу вам показать. У меня есть две пряди волос. Одну прядь я сегодня, так достаточно сложно, получила у своего ребенка, у сына. Это натуральные волосы. Вот, не знаю, насколько хорошо видно, волосы не окрашенные. Но здесь несколько волосинок, волосинок 5-7. И я, вот смотрите, я немножечко натяну. Вам не нужно отрезать волосы, вы можете либо взять волосинку, которая выпала у вас, либо, ну, скорее, да, стянуть и, либо на себе потянуть. Волосины, волосы должны быть, прядь волос, тоненькая, 3-5 волосинок, и она должна быть мокрая. Вот у меня здесь есть мисочка, я мочу волосы. И смотрите, я начинаю тянуть. Вот, если видно, я показываю, волосы очень сильно пружинят. То есть, вот я туда-сюда тяну, и они, растягиваясь, возвращаются в свое состояние. Они очень сильные. Это натуральные волосы, и они очень эластичные. Возвращаются в свое состояние. Это гуд, значит, не повреждено внутреннее пространство волос. Далее, я возьму прядь волос обесцвеченных, да. Здесь у меня волосы обесцвеченные на много раз. Это тестовая прядь. Вот, и возьму сейчас тоже волосин, ну, несколько, прядочку из нескольких волосин. Ну, можете это делать параллельно со мной на своих волосах. Только не состригайте волосы, не нужно. И вот, значит, смотрите, как у меня уже пальцы двигаются, да. То есть, волосы, как гармошка, они растягиваются, и при возвращении в свое изначальное положение, получается такая, как бы они не возвращаются в свое, в то же состояние ровное, а как такая получается, как пружинка небольшая. И если я приложу более сильные усилия, подобные тем, которые прикладывала на натуральных волосах, волосы порвутся, да. Вот, это говорит о том, что у этих волос уже повреждено внутреннее пространство, поврежден кортекс, и, соответственно, этим волосам необходимо будет более, более интенсивное наше с вами воздействие при уходе. Вот, ну что, с эластичностью разобрались, с пористостью разобрались, поняли, как вообще понимать, да, на каких уровнях у нас произошло повреждение. Повреждение происходит всегда, особенно, да, если волосы живут дольше, потому что на прикорневой зоне у нас здесь есть кожное сало, себом так называемый, который увлажняет волосы, да, питает, вот, ну а дальше уже, в общем-то, то, что мы волосам дадим. Итак, как же определить качество волос? То есть, мы с вами сделали тесты небольшие, но есть еще один очень простой способ, он называется правило пяти. Есть пять самых сильных, ну, как самых чаще встречающихся факторов стресса. Первый фактор – это мытье волос. О них мы поговорим отдельно во всех. То есть, фактор, без которого мы не можем жить, мы все равно моем волосы, мы их очищаем, но для волос это всегда открытие кутикулы, да, то есть, в любом случае, мы открываем кутикулу для того, чтобы очистить волосы. Второй фактор – это укладка феном. Третий фактор – это укладка электроинструментами. Это различные утюжки, щипцы и так далее. Четвертый фактор – это окрашивание волос. И пятый фактор – самый сильный. Я бы сказала, что у него коэффициент 2, то есть, считаем его за 2. Это химическая завивка, химическое выпрямление или обесцвечивание волос. Вот сейчас я попрошу вас посчитать, сколько повреждающих факторов, сколько факторов стресса постоянно испытывают ваши волосы. Напоминаю, что если ваши волосы обесцвечены, то считайте за 2 фактора. И если химическая завивка – тоже 2 фактора. И если выпрямление – тоже 2 фактора. Жду от вас ваши цифры. Итак, мытье волос, укладка волос феном, укладка волос щипцами, окрашивание волос и обесцвечивание или завивка. Например, у меня мытье, укладка феном 2, электрощипцами 3 и обесцвечивание 4. У меня 4 повреждающих фактора. Так, 3, 1, 3, 2, 2, 2, 2. Каким вот? Нет, тогда 3, не 1, да? Хорошо. Итак, смотрите, все научились, да, простая математика. Все посчитали, сколько повреждающих факторов действует на наши волосы. И смотрите, штука такая. Если на наши волосы воздействуют более 3 стресс-факторов, более 3, да, смотрите, у всех, большинство, да, уже имеют цифру 3, то в этом случае всегда необходима схема, состоящая из 4 шагов. Первый шаг, ну, это, естественно, шампунь, без шампуня никуда он является, ну, из 4 шагов ухода, я имею в виду, да. То есть, шампунь, которым мы моем волосы, да, с одной стороны, мы понимаем, что шампунь, мытье волос, в принципе, очищение, это само по себе повреждающий фактор, но, опять же, современные шампуни содержат качественные ингредиенты, которые компенсируют вот это вот агрессивное воздействие среды шампуня. Второй шаг, это кондиционер и или маска, маска применяется в стандартной истории, да, когда нету очень сильного повреждения. Каждое третье мытье вместо кондиционера, но чуть позже скажу еще об этом. Третий шаг, это несмываемый уход и четвертый шаг, это защита волос, да, в данной ситуации я имею в виду термозащиту, которую мы используем при использовании термоинструментов. Итак, давайте про каждый шаг поговорим с вами поподробнее. Так, где у меня? Итак, первый шаг, это мытье волос. Любой фактор мы с вами можем компенсировать, да, то есть первый шаг, это мытье волос. После использования шампуня всегда используйте кондиционер и или маску. Кондиционер, открою, не открою сейчас никому тайны, наносится на полотно волос, не наносится на кожу головы, так же как и маска. Наносится на волосы без излишков влаги, то есть немножечко промахните полотенцем, нанесите кондиционер с акцентом на кончике волос, на самые слабые участки волос. Маску наносить точно так же вместо кондиционера после шампуня. Кондиционер выдерживаем 1-2 минуты, маску мы выдерживаем 5-10 минут. Вот, далее, когда мы смыли маску, если вы видите, что вашим волосам или чувствуете, что вашим волосам необходимо дополнительное кондиционирование, вы можете нанести после того, как смыли маску, еще и кондиционер, да, если вам необходима дополнительная гладкость, плотность волос, да. Если ваши волосы очень тонкие и сложно создавать объем, скорее 2 этапа наносить не стоит. Вот, как раз Лена говорит о том, что кондиционер можно наносить на корни волос в Кутрин. Да, кондиционер вы можете, и маски можете наносить на корни волос, потому что Кутрин является экспертом в работе с тонкими волосами. Это скандинавский бренд, родина тонких волос, блондинок, да, и поэтому все продукты максимально легкие и не будут утяжелять волосы. Ну, естественно, втирать ничего в кожу не нужно. Итак, дальше, опять же, мы пока с вами на мытье волос. Следующий момент, можете заменять мытье обычным шампунем на очищающие кондиционеры. Очищающие кондиционеры, это такие продукты, их у нас 2. В Кутрин есть в серии Био Плюс, это серия для работы с кожей головы, в серии Гидробаланс, это увлажнение кожи головы. У меня он, кстати, есть, я веду прямой эфир из дома, но сама пользуюсь продуктами, естественно, вот. Это Био Плюс, очищающий кондиционер, и в серии Виена, это серия для максимально гипоаллергичная серия, созданная с ассоциацией аллергии и астмы в Финляндии, да, которая очень хорошо подходит аллергикам, астматикам, людям, которые чувствительны к отдушкам. Итак, очищающий кондиционер используйте вместо мытья обычным шампунем и кондиционером. Почему я вам это рекомендую? Потому что, когда мы моем волосы очищающим кондиционером, кутикула так сильно не открывается, как при использовании шампуня, да. Шампунь открывает, кондиционер закрывает. Так вот, когда мы моем волосы очищающим кондиционером, это более мягкое мытье волос. Да, очень важно мыть волосы правильно очищающим кондиционером, потому что он не содержит сульфатов, не содержит силиконов и так далее. То есть, получается, что вы наносите волосы, кондиционер он не пенится. Нанесите на влажные волосы, оставьте на 3 минуты, после этого еще раз увлажните водой, немножечко полейте и хорошо помассируйте. Таким образом, ваши волосы будут и очищены, и кондиционированы. Есть один нюанс. Если вы используете достаточно большое количество стайлинга ежедневно, то в данной ситуации очищающий кондиционер достаточно мягко моет волосы, поэтому мы рекомендуем вам, в принципе, чередовать мытье очищающим кондиционером с классическим мытьем, подходящим по типу волос и кожи, шампунем и кондиционером. Есть мнение, ваши вопросы какие-то, я вижу, да, есть мнение, что маску обязательно необходимо закрывать кондиционером. Правда или миф? Юля, я отвечала на этот вопрос. Нет, это не обязательно, но если вы видите потребность в том, чтобы кутикулу закрыть дополнительно и придать больше блеск, это можно делать. Да, маска сама по себе тоже кондиционирующим действием обладает. То есть, это не правда и не миф, это можно так поступать. Итак, по очищающим кондиционерам с вами поговорили, используйте очень крутая штука, особенно если часто моете волосы, чтобы компенсировать вот этот вот момент частого мытья волос. Следующее. Мытье волос мы можем немного в какой-то степени компенсировать использованием сухих шампуней. Так вот, здесь, возможно, у вас возникнут вопросы, которые я часто встречаю в жизни. Это, а не вредно ли использовать сухой шампунь? Сейчас я вам на него отвечу. Итак, сухой шампунь использовать не вредно. В Кутрин есть два сухих шампуня. Выглядят они вот таким образом. Один в нашей классической серии Мото. Это серия ухаживающего стайлинга на основе березового сока. И в серии Виена. Я уже знакомила вас, это гипоаллергенная серия. Сухие шампуни. Сухие шампуни, кстати, еще есть вот в таком маленьком формате. У меня всегда есть для того, чтобы в командировке ездить очень удобно. Итак, почему же сухой шампунь использовать не вредно? Не сушит ли он кожу, волосы и так далее? Давайте с вами посчитаем простую арифметику. Если вы моете волосы один раз в два дня. У нас в году 365 дней, раз в два дня, то есть 185 раз, нет, 183 раза мы с вами моем волосы. Соответственно, после этого мы сушим феном и так далее, и тому подобное. Если мы с вами можем подключить сухой шампунь, который продлит количество носки наших волос от мытья до мытья, от очищения до очищения. Получается, я посчитала уже заранее. То есть мы будем мыть волосы раз в три дня. 122. 183 минус 122, 61. Представляете, мы с вами на 61 мытье шампунем сократили количество повреждающих факторов. На 61 укладку феном мы сократили количество повреждающих факторов. Только задумайтесь, 60 дней это два месяца ежедневного мытья волос и укладки феном. Это очень круто, поэтому используйте сухие шампуни для того, чтобы просто продлить период от мытья до мытья волос классическим способом. Это очень хорошо помогает. Кроме того, сухие шампуни великолепно поддерживают объем волос. Также вы можете их использовать в качестве средства стайлинга. Поэтому это очень крутая штука. Вижу ваши вот такие знаки. Очень рада, что для вас эта информация полезна. Обращайтесь к вашим парикмахерам, обращайтесь к нам. Мы научим, как это делать. Сухой шампунь наносится, приподнимая корни волос. Нанесли, оставили на минуту подсохнуть и потом расчесали немножко расческой. Вот, поэтому мытье волос всегда компенсируется кондиционером-маской. Либо можно заменить очищающим кондиционером хотя бы какую-то часть мытья. И используйте сухой шампунь. Спасибо большое за комплимент, что у меня красивый цвет волос. Очень приятно. В сухом шампуне тальк или крахмал? Крахмал. Так, далее. Мы с вами использовали шампунь, мы с вами использовали маску и кондиционер. Следующий шаг, который нам поможет с вами компенсировать повреждения волос, это несмываемый уход. Несмываемый уход это очень важная часть ухода за волосами. Особенно если у нас количество повреждений. Я рекомендую это либо спрей дымка, либо флюид. И потом распределили равномерно по волосам, начиная с кончиком. И потом уже расчесываем. Несмываемый уход имеет функцию легкого расчесывания, потому что кутикула прижимается. И дальше вы уже можете наносить на волосы другой продукт. Либо продукт стайлинга. Я рекомендую, если вам нужен необходимый дополнительный блеск, дополнительная защита, термозащита. Плюс ко всему, нанести масло сверху. Небольшое количество, чуть-чуть в ладони нанесли, распределили и нанесли на волосы. Начиная с кончиков волос. Масло тоже очень сухое. Напоминаю, ну сухое значит легкое. Напоминаю, что Кутрин Эксперт в уходе за тонкими волосами. Это самое легкое масло на рынке, которое я в принципе встречала в своей работе. Вот. Итак, мы с вами определили, что несмываемый уход это необходимый продукт, который защищает волосы и помогает удерживать влагу внутри волос, питает волосы и соответственно ухаживает за волосами. Следующий, четвертый шаг, который необходим в нашей с вами схеме работы с волосами, это защита волос. Я сейчас говорю о термозащите. Термозащита очень важна для работы, когда мы феном укладываем волосы, либо укладываем тем более электрощипцами. Кутрин предлагает вам два варианта термозащиты. Это хит протекшн серии МОТО, ухаживающего стайлинга на основе березового сока. И наша новинка, также в гипоаллергенной серии ВИЭНа появилась тоже термозащита, которую вы можете использовать. Очень круто, что термозащита в Кутрин, она представлена в аэрозольной упаковке. Я, честно говоря, мало где это встречала. Это очень классно, когда вы укладываете волосы утюжком, либо феном. Потому что, когда мы помповым спреем брызгаем, он мокрый и потом волосы начинают шипеть. Знакома вам вот эта история, да? Вы начинаете накручивать на плойку, либо на щипцы и шипение слышите. Так вот, в Кутрин такого не будет никогда. Это просто, вот я даже небольшое количество нажимаю, как лак. Спрей аэрозольный, который вы наносите на волосы перед укладкой феном на влажные волосы, либо на сухие волосы перед укладкой электроинструментами. И защищаете от температуры до 220 градусов. Также, небольшие рекомендации вам по поводу того, на какой температуре укладывать волосы. Всегда приобретайте термоинструменты с регулятором термозащиты. Ой, не термозащиты, а температуры, да? То есть, утюжок не нагревайте больше 180 градусов. Смотрите, оценивайте толщину ваших волос. Чем толще волосы, конечно, на очень толстых волосах может быть 190 градусов. Если волосы тонкие, это 170 градусов. Не держите утюжок долго. Очень быстро работайте утюжком. Если у вас нет навыка, поучитесь, внимание, холодным утюжком. Просто поставьте себе руку, отработайте это. Это очень важно, иначе ваши волосы будут повреждаться достаточно сильному термическому воздействию. Итак, мы с вами разобрали, напоминаю, 4 шага, которые необходимы. Для того, чтобы компенсировать воздействие повреждающих стресс-факторов. Это, первое, мытье шампунем. Так часто, как вам это нужно. Да, я не сказала об этом. На два раза мойте волосы шампунем, особенно если используете стайлинг. Потому что сначала мы убираем с поверхности, очищаем волосы, потом уже более глубоко. Второй шаг, это кондиционер и маска. Маска каждое третье мытье, либо чаще, если повреждения более сильные. Потом можно перейти на классический уход. Несмываемый уход, который защищает наши волосы и помогает кутикуле выполнять защитную функцию, удерживая все питательные вещества, которые мы унесли в структуру волос. В том числе и окрашивание, которое вы сделали в салоне, для того, чтобы цвет держался дольше. И также термозащита. Термозащита также помогает поддерживать цвет. Это очень важный момент. Вот. Итак, и так, и так. Как же выбрать серию ухода? Кутрин предлагает очень легкую навигацию по выбору серии ухода, которая вам подходит. Мы с вами в начале нашей встречи говорили, что у нас есть две потребности, два направления потребности в уходе в красоте наших волос. Это стилистические потребности, поэтому в первую очередь мы с вами определяем желаемый уровень объема. Высокий, либо более низкий. Все любят по-разному. Кто-то любит объем, кто-то любит гладкость. Второй фактор – это желаемый уровень питания. То есть, насколько я вас научила делать тесты, понимать, как диагностировать, насколько глубоко волосы повреждены. И в зависимости от этого вы выбираете уровень питания. Это как раз качественная потребность в здоровье и в красоте наших волос. И как раз серия Айнуа. Айнуа – это как раз основная серия в Кутрин по уходу за волосами. Имеет очень легкую навигацию. В этом плане. Я сейчас вас познакомлю с продуктами, которые входят в эту серию. В первую очередь хочу сказать, что это очень тонкое искусство ухода за волосами. И здесь основными ингредиентами являются уникальные ингредиенты из сердца северной природы. Это всем нам с вами знакомые ягоды. Такие ягоды, как клюква, брусника, мороженое, которое выдерживает температуру до минус 40 градусов и не теряет своих питательных свойств. Это облепиха, которая обладает максимальным регенерирующим действием. Все знают облепиховое масло, которое с детства наверняка применяли. Именно облепиховое масло содержится в нашей восстанавливающей серии, так же, как и масло мороженое. Такие ягоды, как воденика северная, черника. То есть, почему кутрин выбрал именно вот эти северные ингредиенты для того, чтобы ухаживать за нашими волосами? Ну, согласитесь, что мы, живя в России, испытываем большое количество климатических перепадов температуры. Так же, как и эти ягоды. Ягодам приходится за короткое северное лето набрать большое количество питательных веществ, чтобы дальше их сохранить в себе. И мы с вами эти ягоды традиционно используем не только для того, чтобы наружно использовать для своей красоты, но и внутренне. Чуть мы, чуть где-то приболели, сразу мы делаем облепиховые морсы, либо клюквенные. Прекрасно понимаем, что они нам помогают. Почему это происходит? Потому что эти ягоды имеют в себе такие незаменимые жирные кислоты, масла, такие, как известные, как омега-3, омега-6. Они являются очень сильными антиоксидантами. А зачем нам нужны антиоксиданты? Антиоксиданты нужны для того, чтобы препятствовать разрушению клеток внутри нашего организма. В данной ситуации внутри волоса, потому что вследствие повреждающих факторов различных возникают такие штуки, как свободные радикалы, которые потом начинают вносить дисбаланс в клеточную структуру всех тканей и, соответственно, разрушаются ткань. Поэтому используйте Айну за счет силы северных ягод и силы антиоксидативных свойств. Ваши волосы всегда будут выглядеть очень хорошо. Знаете, часто задают мне вопрос, есть ли накопительное действие у продуктов ухода. Конечно, накопительное действие у продуктов ухода есть, но всегда необходимо использовать продукты ухода, потому что все равно через какое-то время, если вы условно перейдете на мытье хозяйственным мылом, я шучу сейчас, да, то, конечно, очень быстро все, что накопилось из хороших ингредиентов качественного ухода, оно уйдет из наших волос. Почему? Возвращаемся к информации ранее о кутикуле, о кортексе и так далее. Как наши волосы повреждаются. Итак, давайте конкретно поговорим о продуктах, которые могут подойти непосредственно вам. Сейчас я здесь в своей презентации поставила продукты, вернее, серии продуктов следующим образом. Первыми будут эти продукты, которые поддерживают максимальный уровень объема и меньший уровень питания. И первое, это серия Volume Boost, да, которая нам помогает создавать объем, максимальный объем. Эта серия не содержит сульфатов и силиконов. То есть это бессульфатный шампунь, здесь используются более мягкие палы и силиконов здесь нет. То есть это серия, которая поддерживает максимально хороший уровень объема. Используйте ее, также она очень хорошо будет подходить людям, которые диагностируют у себя жирную кожу головы. Потому что она хорошо очищает и поддерживает очень хороший объем. Если вы мне зададите вопрос, как же быть, если нужен и хороший объем, и высокий уровень питания, я вам чуть позже отвечу. Итак, смотрите, серия Volume Boost выглядит вот таким фиолетовым цветовым кодом, обозначается черничного цвета. Здесь как раз основной ингредиент это черника, не содержит сульфатов и силиконов. И вы видите, да, вот у меня на слайде объем 5 звездочек, питание 2 звездочки. Вот, максимальное питание. Следующий продукт, тоже, следующая серия, которая также нам помогает создавать объем, но при этом еще и укрепляет волосы. Это серия Body Vitality. Она имеет светло-оранжевый цветовой код. У меня, кстати, есть шампунь, этим шампунем пользуется мой сын. У него натуральные волосы. Вот, у меня большой объем, да, в ванной стоит. Серия Body Vitality. У нее есть шампунь и кондиционер. Уровень объема 4, уровень питания 3. Здесь основным ингредиентом является экстракт северной водяники, который позволяет также укреплять волосы. Здесь у нас, напоминаю, шампунь и кондиционер. И все шампуни есть, как в большом литровом формате, как я вам показала, так и в формате 300 мл. Да, вот большой, вот 300 мл. Ой, большой 300 мл. И еще есть такие малыши, очень удобные, которые вы можете брать с собой в командировке, либо в отпусках, которые, я надеюсь, мы скоро с вами поедем. Тоже это очень удобно. Вот. Итак. Четверка объем, тройка питания. Далее. Если нам с вами необходимо сохранить цвет и усилить блеск окрашенных волос. Так, отвечу чуть позже на ваш вопрос, Виктория. Итак, как же нам поддержать цвет? Конечно, как и в любом бренде, у нас есть серия, которая поддерживает цвет волос. Эта серия называется Color Boost. У меня тоже в домашней косметичке есть шампунь-кондиционер. Вот. В этой серии два продукта. Эта серия также бессульфатная. Бессульфатная серия, которая обеспечивает очень мягкое очищение волос. Да, мягкое очищение волос происходит за счет других павов, более мягких, которые не обладают раздражающим действием на кожу головы. Да, более мягкое. Вот, поэтому для тех возможностей, если есть люди, которые выполняли услугу кератинового выпрямления волос, да, всегда рекомендуется бессульфатный шампунь, вы всегда можете использовать как раз серию Color Boost. Вот, выглядит она таким образом. Объем здесь, смотрите, уровень объема здесь стал троечка, да, чуть ниже уровень объема, который поддерживается, но увеличен уровень питания. До четырех звездочек. Основным ингредиентом здесь является экстракт клюквы. Клюквы, северная клюквы, которая позволяет нам, также, выполняет роль антиоксидантов и поддерживает цвет волос. Следующая серия, это серия, которая нам позволяет восстановить естественный гидробаланс волос, да. То есть, увлажнение, это одна из основных потребностей наших волос. Вот, и здесь у нас представлена серия, которая называется Hydration Recovery, либо увлажнение по-простому. Она имеет цветовой код тоже оранжевый, но чуть темнее. Чем более темная оранжевая полоска, тем больше питания в этих продуктах. И состоит она вот из таких продуктов. Это шампунь, это кондиционер и спрей дымка, о котором я вам уже рассказывала. Максимально легкий, несмываемый уход. Здесь у нас объем на третьем уровне и питание также на четвертом уровне. То есть, так же, как и в серии Color Boost. Да, то есть, вы можете выбрать либо серию Color Boost, либо серию увлажняющую в зависимости от приоритетной доминирующей потребности. Шампунь для объема очень хорошо пенится, очищает волосы. Я осталась в восторге. Да, я видела ваш вопрос, да, когда вы говорите о том, что как же, если шампунь для объема не содержит, там, не павы не содержит, не содержит сульфаты. Павы он содержит. При этом шампуни, все шампуни хорошо пенятся. То есть, у них нету такой вот способности, как у многих бессульфатных шампунев, которые лишены пены. Вы также будете легко и комфортно для себя промывать волосы. Спасибо за ваш комментарий, да, вот Лиза написала, да, что вам нравится очень шампунь для объема и он хорошо пенится. Вот. Далее. Когда нам нужно максимальное восстановление волос, как придать силу сухим, ломким волосам. И здесь нам на помощь приходит одна из моих любимых серий, так как я блондинка, бесцвеченная блондинка. Это серия Nutri Repair. Она имеет самый темный цветовой код, фиолетовый. И в ней у нас 4 продукта. Это шампунь, кондиционер и 2 несмываемых продукта, про которые я вам говорила. Это Fluid и сухое масло. В принципе, мне даже нравится их смешивать в ладони вместе и наносить на влажные волосы после того, как я сняла полотенце. Здесь основными действующими активными ингредиентами являются экстракт морожки и экстракт облепихи. Самые сильные ягоды с точки зрения восстанавливающей функции. И обращаю ваше внимание, что здесь мы видим, что объем у нас 2 звездочки и самый высокий уровень питания на 5 звездочках. Вот то, что есть у нас на слайде, вы видите. Поэтому, конечно, серия Nutri Repair лучшая серия для восстановления, при этом без утяжеления. Для тонких волос великолепные продукты. Далее, тоже важные 2 продукта, о которых я должна вам сказать, потому что они отвечают на потребности многих из нас. Это глубокое очищение всех типов волос. Здесь я вам хочу представить 2 шампуня. Это шампунь глубокой очистки Deep Clean и шампунь Mineral Remove. Зачем они нам нужны? Потому что зачастую парикмахеры считают, что это технические продукты, которые используются только в салоне красоты для подготовки волос к каким-то химическим процедурам. Но это не совсем так. Смотрите, шампунь глубокой очистки. Это тоже шампунь, который глубоко очищает полотно волос, но при этом он не делает волосы очень сухими. Для чего он нам нужен? Девушки, дорогие, если вы используете большое количество стайлинга, я надеюсь, профессионального стайлинга, но если особенно это стайлинг какой-то масс-маркет, который я не рекомендую вам использовать, потому что там зачастую сильно плотные смоленистые какие-то компоненты, но тем не менее, чтобы удалять периодически стайлинг с волос, используйте раз в неделю или, например, каждое третье мытье шампунь глубокой очистки. Вымали волосы на один раз, нанесли на второй раз, пену оставили на 1-3 минуты для того, чтобы шампунь хорошо очистил волосы, после этого сделайте маску. Далее, шампунь глубокой очистки поможет проникновению питательных веществ из масок в более глубокие слои волоса, поэтому вы можете делать дома такую, ну как, более профессиональную услугу глубокого восстановления волос. Также вымойте волосы шампунем глубокой очистки на 2 раза и используйте после этого маску, подходящую вам. Дальше я вам про маски расскажу. Маску нанесите на 10-15 минут. Вот, также шампунь глубокой очистки вы можете использовать для жирной кожи головы, но по длине нанесите маску. Если у вас жирная кожа головы, маску, кондиционер на кожу не наносите. Вопрос, не снимает ли он цвет? Все продукты подходят для поддержки цвета. Естественно, есть продукты, которые обладают максимальной поддержкой цвета. Это серия Color. Остальные продукты, в большей части, обладают средней поддержкой цвета. Конечно, шампуни глубокой очистки и шампунь Mineral Remove, у них степень поддержки цвета более низкая. Это абсолютно логично. Учитывайте этот момент. Дальше. В какой ситуации вы будете использовать шампунь Mineral Remove? Mineral Remove это шампунь, который помогает выводить из волос минералы накопившиеся. Когда у нас накапливаются минералы в волосах? Это посещение бассейна, это посещение моря. На море у нас морская соль оставляет минералы. Чем опасны минералы? Минералы, когда проникают в структуру волос, они проникли, а потом они там превращаются в такой репейник, который... Ну, как репейник, естественно, да, который может повредить механически даже структуру волос, поэтому, конечно, их нужно сжимать и выводить. Поэтому, если такие есть повреждающие факторы, как бассейн, если вы живете за городом и у вас не очень хорошая вода, либо из-под крана не очень хорошая вода, Также, каждое третье и четвертое мытье мы рекомендуем вам использовать шампунь Mineral Remove для того, чтобы удалить из волос минералы, которые, если сильно там зацепятся, то потом уже достаточно сложно будет удалить из волос. Катерина, а шагу наносить и на кожу головы, и на волосы? Естественно, да, любой шампунь мы наносим и на кожу головы, и на волосы. Вообще, шампуни, они обладают очищающим свойством кожи головы. Правильно, наносить шампунь. Вы наливаете шампунь в ладонь, разбавляете водой, смешиваете и равномерно наносите на корни. На корни нанесли, пена образовавшаяся остается на волосах, этого достаточно для очищения полотна волос. Если продукт для защиты волос от минералов, Камар пишет, да, только что сказала об этом, да, есть. Это шампунь Mineral Remove, деминерализующий шампунь. Так, ну и последнее, да, сегодня хочу вам сказать, о чем это глубокое питание для всех типов волос. Это серия Urban Escape, и я представляю вам вот такие три маски. У меня в руках маска 150 мл, это восстанавливающая маска внутри репея. Все маски имеют синий цветовой код, как вы видите на слайде, и имеют вот такой вот стикер, на котором написано восстановление, поддержка цвета, либо увлажнение. Подбирайте ту маску, которая для вас лучше всего подходит. Напоминаю, поддержка цвета вы выбираете, если вам необходимо максимально поддерживать цвет. Увлажнение, если вы видите у себя пористость волос, да, волосы сухие, но еще не ломкие, не секущиеся, в этом случае достаточно будет увлажнения. Если вы уже видите, что ваши волосы не эластичны, да, тест на эластичность, я вам рассказала, как делать. В этом случае вы выбираете серию восстановления и к ней маску восстанавливающую в дополнение к нутри репея. Вот таким образом мы с вами можем ухаживать за волосами. Я хочу сказать, что правильный уход за волосами, это все в нашей жизни, в жизни парикмахера, да, потому что хочу сказать по своим волосам. У меня волосы, например, максимально осветлены на концах волос, осветлены настолько, что мне казалось бы, что их уже давно надо состричь. Но вот представляете, благодаря тому, что я имею качественный уход, я не подстригаю их часто, то есть раз в полгода я делаю стрижку. Под микроскопом я не вижу секущихся кончиков, я не вижу никакой ломкости, то есть максимально, видите, да, сегодня комплименты мне давали, до конца у меня волос светлые, здесь у меня краситель, да, здесь у меня обесцвечивающий продукт, максимально сильное воздействие на волосы. При этом мои волосы, имея белый цвет, условно, имеют хорошее качество и не имеют ломкости. Все благодаря четырем шагам ухода, которыми я сегодня с вами поделилась. Так, я имела в виду продукт, применяющийся до взаимодействия с агрессивной средой. Что имеется в виду под агрессивной средой? Минерал римов, вы мне, да, задавали вопрос про деминерализующие продукты, помогают выводить уже образовавшиеся минералы в волосах. Если вам необходимо делать, если вы парикмахер, к примеру, да, и задаете этот вопрос, если вы планируете делать химическую завивку, либо вы понимаете, что в ваших волосах много минералов, а вам нужно волосы осветлять, окрашивать. Минералы, которые есть в волосах, они, естественно, могут повлиять на последующий процесс и некорректно получить цвет при окрашивании, либо результат химической завивки волос, либо биозавивки. В этом случае, конечно, волосы необходимо предварительно вымыть деминерализующим шампунем минерал римов, высушить, ну, либо, если там, как по технологии, либо на влажные волосы наносить необходимый продукт. Да-да, я тоже недавно осветляла, но не так сильно. И бальзам Нутри Репе смягчил и придал эластичность. Спасибо большое за ваш комментарий, да, это действительно очень хорошо помогает. Но напоминаю, что постоянный уход за волосами, нет, перед купанием в море, да, перед купанием в море вы используете средства, которые защищают ваши волосы. Это несмываемые продукты, это маски, да, которые, ну, создадут барьер для проникновения, какой это барьер, да, для проникновения минералов в структуру волос. Мила отвечает, да, чем меньше пористость, тем меньше проникают минералы. Закрывайте максимально кутикулу. Да-да, вот как раз средствами, какими, несмываемыми уходами и кондиционерами и масками. А после уже деминерализуйте, потому что это необходимо. Линейка Айнуа производится в Италии, так как раньше был изм в Финляндии. Смотрите, у нас все продукты производятся в странах Евросоюза. Есть продукты, которые производятся в Финляндии, есть в Швеции, есть в Италии на сертифицированных заводах. Да, линейка Айнуа на данный момент производится в Италии. На данный момент. Возможно, в будущем что-то изменится. Да, да, все ингредиенты доставляются из Финляндии, в том числе и вода из северных источников, которые находятся за полярным кругом. Вот, так что вот. Ну что, у нас еще есть три минуты. Я минуту могу ответить на ваши вопросы. Я обязательно сохраню эфир, чтобы вы имели возможность его посмотреть. Хочется верить, что я была полезна вам в этот час вашей жизни. И теперь ваши волосы засияют новыми красками, здоровьем и красотой. Напоминаю вам, что вы всегда можете использовать наши онлайн-сервисы. Это инстаграм Кутрин Раша, на котором мы сейчас находимся, на котором мы проводим различные эфиры. Ждите, у нас снова скоро будет очередной эфир по прямым красителям. Кутрин Индюкейшн Раша. Это профессиональная страница для парикмахеров. Ну и также есть YouTube-канал, в котором вы можете всегда посмотреть наши видеоролики. Эфиры мы туда сохраняем для того, чтобы вы могли вернуться и онлайн-обучиться. Спасибо большое, что были со мной. Мне очень приятно получать ваши знаки с плюсом. Я буду ждать новых встреч с вами. Желаю поскорее наслаждаться, выйти на улицу, наслаждаться жизнью, природой и хорошей погодой. Будем верить, что скоро мы с вами встретимся не только в онлайне, но и в приличной встрече. Спасибо большое. Спасибо.